Почему я решил сделать этот обзор? Вроде как бы на кабель ничего интересного. Да просто. Владельцы телефонов Xiaomi Mi 4C наверняка могут столкнуться с проблемой, что их единственный оригинальный кабель, который шел в упаковке, может сломаться, а альтернативную ему можно не найти у себя в городе, хотя не знаю, как сейчас. Потому что microUSB встречается везде, а вот эти кабели наверняка у ваших друзей еще нет. Поэтому и стоит задуматься о том, чтобы заказать заранее кабель, чтобы он один был у вас в запасе. Итак, что для меня главное при заказе кабелей, при выборе кабеля? Да то, что кабель должен быть реально хорошим, чтобы он не спалил на телефон, чтобы не было никакой поломки устройства. И чтобы проверить, не быть голословным данный кабель, я его сравню с оригинальным кабелем, который шел в упаковке. Вот он. Я их отличаю тем, что старый кабель мой оригинальный более прямой, потому что использую его намного дольше. А этот еще после упаковки, после того, как он был скручен. Итак, для того, чтобы сравнить и научным путем доказать качество кабеля, я взял Powerbank, тоже Xiaomi, проводы, телефон, а также такой вот анализатор. Сейчас мы увидимся сами, как это все работает. Так, подключаем анализатор, смотрим данные на нем. Видите, да? 5 вольт, но силы токи нету, потому что ток еще никуда не идет. Итак, вставляем кабель в зарядное, ну, в телефон.